Бытие, глава 43 Если не пошлешь, то не пойдем, ибо тот человек сказал нам, не являйтесь ко мне на лице, если брата вашего не будет с вами. Израиль сказал, для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат? Они сказали, расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат? Мы рассказали ему по этим расспросам, могли ли мы знать, что он скажет, приведите брата вашего? Иуда же сказал Израилю, отцу своему, отпусти отрука со мною, и мы станем и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него из моих рук, потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицем твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни. Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза. Израиль, отец их, сказал им, если так, то вот что сделайте. Возьмите собою плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стераксы и ладану, фисташков и миндальных ореков. Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими, может быть, это недосмотр. И брата вашего возьмите и встав, пойдите опять человеку тому. Бог же всемогущий додаст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным. И взяли эти люди дары эти и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, и пошли в Египет, и предстали пред лицем Иосифа. Иосиф увидел между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего, веди всех людей в дом и заколи что-нибудь из кота, и приготовь, потому что со мной будут есть эти люди в полдень. И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей сих в дом Иосифов. И испугались люди эти, что ввели их дом Иосифов. И сказали, это за серебро, возвращенное прежде в мешках, мешки наши вели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство, и ослов наших. И подошли они к начальнику дома Иосифова, и стали говорить ему у дверей дома, и сказали, послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи. И случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстии мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками. А для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших, мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши. Он сказал, будьте спокойны, не бойтесь, Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня, и привел к ним Симеона, и ввел тот человек людей сих в дом Иосифов, и дал воды, и они омыли ноги свои, и дал корму ослами их. И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли. Он спросил их о здоровье и сказал, здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили, жив ли еще он? Они сказали, здоров раб твой, отец наш еще жив. И преклонились они, и поклонились. И поднял глаза свои, и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал, это брат ваш меньший, о котором высказывали мне? И сказал, да будет милость Божия с тобою, сын мой. И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь брату его, и он готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату, и плакал там. И умыв лице свое, вышел, и скрипился, и сказал, подавайте кушанье. И подали ему особо, и им особо, и египтянам, обедавшим с ним, особо. Ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. И сели они пред ним, первородный по первородству его, и младший по молодости его, и дивились эти люди друг при другом, и посылались им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро, больше доли каждого из них, и пили, и довольно пили они с ним. Конец главы номер 43. Аллилуйя, Господь, со славой, хвалой и честь только тебе, Отец Небесный. Я молю и прошу тебя, Отец Небесный, пусть это видео посмотрит как можно больше людей, Отец Небесный. И благослови каждого, Отец Небесный, кто это видео посмотрит, Отец Небесный. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.